Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 712. Событие дня. Послание к евреям, 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд за 24 ноября 2017 года. Ну и всем говорю, по-русски зарядите в ютубе боль православной души. Там шестилетняя девочка говорит о положении в церкви. Стихотворение считает, видно на память. Вот они только одна. Там считает Марина, когда считает стихи. Девочка одна там 4 лет еще. Ну та вообще уникальная. Много считает с выражением. Рустам пишет. Я всегда искал запал, мотивацию в чем-то. В кумирах, в религиях, в порте, в философии и так далее и тому подобное. Когда в мои грешные арабские руки попала Библия, я нашел мотивацию. Фитиль. Запал в Боге. Я хотел быть всегда сверхчеловеком. Юверменшем. Не унтерменшем. Всегда был до этого антисемитом. Юным гильотеристом. Когда понял, что делает еврейский народ со всеми остальными народами. Я ел одну пшеничную кашу месяц за месяцом в общежитии номер 6 при университете. И проклинал еврейский народ и смотрел Адольфе Гитлера. Я всегда мечтал быть сильным и независимым даже от женщин. Ведь человеческая греховная природа мне уже давно известна. Чуть дай слабину и тебя сметут, съедят. Все хотят тебя поработить, ведь человек, плотян, это факт. Что интересно. Человек хочет быть выше и прочее. А вот это все, абсолютно каждое слово против того, что Библия говорит. Ты должен признать себя ничтожным. И тем более самая опасность женщины. Не Гитлер. Женщины. Через женщин все мы умираем. Так Библия говорит. А на горше смерти. Женщины бороться. Как с ней будешь бороться-то? Какой был Самсон? Сколько врагов побеждал? Тысячи убивал. А перед женщиной? Вот хорошо. А то у поэта Мэя хороший Самсон. Поэма. Не любишь ты меня, Самсону, говорила. Вокруг него змеей обившись от Долида. Не любишь ты меня, обманщик мой еврей. Таишься от меня, в чем мощь твоя и сила. И филистимлянки признал самодан Назарей. Не стричь своих кудрей. И золотом врагов его заранее подкуплена коварная жена. Самсону, сонному, отбрила волоса. Он встал, но без ней, без прежней львиной мощи. И погасил ему нож в филистимские очи. И прямо говорит, если тебя ослепили, предали и прочее, то знай, что за тебя заступится сам Бог. И за тебя, за нового Самсона, Бог разгромит все капища догона. Я на память читаю. Это большая поэма, я ее всю читал. Бог мне один раз дал эту свободу по вере, но вне церкви. После некоторого времени я пал из-за женщин. Вот какая свобода, Бог дал. Все. А сейчас, будучи воцерковленным, вот я читаю одно из самых поганых слов, в церкви пришел, ушел, научился что-то без Христа, внешне православным христианинам. Я хочу лишь одного полного выздоровления и правильного физиологического тонуса моего организма. чтобы можно было топить по всем стезям жизни, по полной пункции, но уже в церкви. И не надо мне семьи и богатства. Я уже давно умер для этого мира, распялся. Вот это вот говорит, это все. Это значит пропал. Я умер для... Это давно, и тем более, давно умер для мира. Я абсолютно не могу это сказать и согласиться. Как я умер-то? Меня все интересует. Это сейчас даже события дня, которые прошедшие. Я пришле, странник, не от мира сего, ой-ой-ой, а от Бога. В моем сердце непоколебимая вера. Это самое главное, могу помогаться. То есть не научился ничему еще. Я еще дам бой, последний бой, прежде всего духовный бой. Косьми лягу, но дам. И осечки в этот раз уже не будет. Это на сто процентов погибшая. Собьет. Сатана все слышит и говорит, ой-ой-ой-ой-ой. Во славу Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему во веки веков. Аминь. Когда я был вне церкви, но с Богом и Библией, я всегда полировал себе мозги Библии. А был вне церкви. И всегда хотел иметь библейский склад ума. Мне удавалось. Но до поры до времени. Пока Господь не допустил сатане, окончательно мне размощались мозг. Мозг кто? Сатана допустил сатане. Вот эти слова все так говорят. Ой-ой-ой. Роман Фроликов пишет. Люди настолько боятся строгости к себе, что позволяют себе быть нестрогими к тем, кому они должны быть строги. К собакам. А правда это якобы жалостью к собаке. Так же и другим людям, детям. Бывают нестрогие. А правда свою нестрогость якобы жалостью. К людям, детям. Тем самым люди вредят собакам. Людям, детям. И себе самим вредят. Потому что такие жалостливые люди, в кавычках, теряют терпение, любовь. Из-за непослушания законам Божьим собак, людей, детей. И начинают срывать свою злость на собаках, людях, детях. Вот интересно. Сергей там показывает какую-то собаку, дрессирует. Пнул ее, ударил. У меня не было собак. Никакой. Абсолютно. Она делала у меня все добровольно. Ну добровольно. Даже какой строгий ошейник. Она вообще у меня без ошейника была. И она буквально ловила дыхание мое, что сказать и сделать. Даже высказать нельзя. Ну и Сергея стали, как говорят, понужать со всех сторон. Да ты, ушлепок, тебя надо в клетку на шипы посадить. Самого бить. Там он собаку ногой не оборачиваясь. Ну, что она так ударила ногой-то. Ну я тогда стал говорить. Вот говорите сейчас. Вы что-то и знаете про собак. Сергея была там женщина одна какой-то. Павел у нее был муж. И бросил ее. И на память оставил собаку и ребенка. А собаку теперь она не нужна. Большая. Немецкая общага. Ну, восточноевропейская у нас называли. И теперь ей только смерть. Усыплять ее будут. Кобель очень хороший. Сергей назвал его ураганом. Тот, который с нами ездил. В руках его эта брошенная уже погибшая собака стала чемпионом Сибири, а потом чемпионом России. Ну, это что-то говорит или нет? Ну, в своем городе, город, область у вас, даже в области, скажите. В нашей области была собака, чемпион нет? Сергею довел. Он профессиональный кинолог называют. Почему кинолог? Другое это. А они его там ругают всяко, там, такими словами нехорошими. И это все они любят. Они видят, как. Написано, даже ребенок не слушается. Розги, не жалей. И не возмущайся криком его, дабы впоследствии утешаться. Вот так. А в этом хорошо пишет Чайковский. Как непослушно было. Раз, отодрали его, и все стало на место. А другой детей своих учит. А вы знаете, я тоже курил. А меня тятя, тятя, это отец, папа никогда не называли, завел там где-то на склад, на сарай, говорит. И что у него там было? Я не знаю, что у него было в руках. Вожжами или чем. Так отгладил, говорит, что я больше в рот не брал эту пакость. Иван Жарковский. Здравствуйте. Тем, что вы знакомы с дьяконом Андреем Кураевым, вы мне напомнили одну мысль его, которую он высказывал до смерти животных и бессмертия. Их. Он сказал, что теория эволюции не противоречит Библии. Так как до появления человека животные могли жить и умирать. Эволюции не противоречит. Ну, смешно даже. Ну, сказал, говорит, и явились. Какая эволюция? Сказал. И что они, по частям являлись? И один вид другой начали превращаться? Ну, так дурнее ничего нельзя сказать-то. И вдовод к этому приводит тот факт, что животные не принимают причастия. Ум за ум заехал. Животные не принимают причастия. Лишь человек создан для бессмертия. И животные были для бессмертия созданы. И как-то человек согрешил. Вся природа, все рыбы, все стало смертным. Также в «Довод теории эволюции» он приводит тот факт, что в Библии нет пейзажных зарисовок. Что это такое? Нет пейзажных зарисовок. Понятно. Как это? Ну, а когда Давид говорит, холмы прыгают от радости, как овные горы, как агнусы, там все перечисляет. И о море говорит, как в удушевленном предмете. И когда, раз и не пейзажное, море с лесом спорят. Третья книга «Езык». И дальше борьба начинается. Там не описывается внешность людей и характеристика местности. Как раз описывается. Он Библию не знает, оказывается. Я говорю по тому времени, когда он говорил. Теперь не говорит так. Я думал, что щипы какие-то. А ну да, ошибочка здесь. Внешность людей. Да и тоже неправду говорит. Внешность людей. Давид был белокур. Красивый станом. Там говорит. Да, внешность как еще и описывается. Ну, представь себе, как он описывает песни песней возлюбленной свою. Твой стан, как пальма. А груди твоей, как виноградные кисти. Подумал я, влез бы на пальму. Там ухватился за кисти. Вот и все. А что он описывает-то? Уж ближе, кажется, некуда. Твоя рука одна обнимает, снизу другая сверху. Что за положение такое? Так и не только это. А там сколько другие. А возьмите Руфь. А возьмите Есфирь. Все описание, описание. Как она украшала себя жерелями. Как прельстила этого. Ну, и дальше. Алаферну голову оттяпала. И из этого он делает вывод. Главное, из этого. То есть, все неправильно говорит. Не по Библии. А теперь делает вывод. Из этого он делает вывод. Цитируя известная физика Галилея Галилея. Библия не учит тому, как небо устроено. Она учит тому, как взойти на небо. Ну, я там Ломоносов говорил. А при чем тут это? Совсем не к месту фраза. Он говорит, что глава Бытие говорит главным образом о двух вещах. У мира есть Создатель. И второй человек вине Створения. Ну, и первое, разъяснить. Ну, понятно, вине Створения, последнее. Она не только об этом говорит. Она говорит о разовом акте. Что курица или яйцо раньше? Конечно, курица. Сбугрилась земля, курица закудахтала. А потом яйцо снесла. Бог яйца не творил, а сотворил курицу. И в нее уже все заложено. Все, и размножение, и прятаться от опасности, и реакция, скорость. Все заложено было. Никакой эволюции не было и быть не может. Все это глупость от учения, называя себя мудрыми, а безумели. И об этом и говорит первая глава книги Бытия Моисея. Шестоднев буквально понимался отцами и учителями церкви лишь потому, что в их время не было необходимости понимать его по-другому. Как это? Не было необходимости. Всегда было необходимости. То есть все неправда здесь. Настаяно буквальном понимании Шестоднева христианские проповедники многих оттолкнули. Ну, каких многих? Где? Кого? Назови конкретно. Кого оттолкнули? Тоже неправда. То есть все фальшь. Неужели это Андрей мог говорить? Я не знаю. Я говорю о том, кто это говорил. Даже не знаю, что Андрей это. Если Андрей, то глупец он. Это простофиля. Ну, исправил его Господь. Теперь он не говорит. Сердар Аташов. Спаси Христос. Не сразу вспомнил, что скачал Библию, блаженному все филактом болгарским. Правда, еще не до конца скачал. Спаси вас, Христос. То есть то, что на нашем сайте мной начитано, она была не единожды. Средства массовой информации. В Египте при нападении на мечеть погибли по меньшей мере 184 человека. Ой-ой-ой. От Андрея Александрова тут втиснулся как раз. Благодарю за ответ. Спаси Христос. Вот видео Ткачева. Молиться много опасно, говорит Ткачев Андрей. Много опасно. Вот надо такие слова, говорят. Павел говорит, молитесь непрестанно. Непрестанно молитесь. 6.18. 5.18. 1 Фессалоникийцам, кажется я. У меня тут нельзя еще сейчас открывать. Вот так. Ткачев Андреевич, что соткал он тут петлю много. Да разве об этом все не говорит? Мало есть вредно. Как раз мало есть полезно. От многоедения умирают. От пищи наоборот. Везде надо спешить быстро делать. Есть два момента, где надо медленно делать все. Где это чтение Слова Божьей и молитвы. Он такой дает оценку себе и по сомам. Современные рахиты. Вот надо зарядить. Молиться много опасно. По-русски зарядить это в гугл. Ты увидишь. Даже иногда не верится, что так можно наворачивать. Совершенно свободно, как произвольная программа на каком-нибудь тренинге. По личностному росту или поток сознания. Вы же видите, что они несут. Говорите проповедь Игнатий Тихонович вот раз в неделю. Используйте возможность Ютуба. Сделайте это для молодежи в хорошем качестве. НД, ЭД, НД, Не знаю. На вашем сайте у меня 1136 проповедей. В текстовом исполнении. Это колоссальный объем. Но считать с электронных носителей мало кто будет. Все это оценят много позже. А живая проповедь на Ютубе современный формат. И вы здесь лучший. Ну и берет мою проповедь. Вторая проповедь. Это я в храме отца Кирилла Сахарова. Там метров 200-150 от храма Христа Спасителя. Переодеты в стихарь. Все это. Слава Христу. Ну кто вот нажмет, там увидит где. Да я могу даже нажать. Слава Иисусу Христу! Так. Мне маленько возьми в руки. Роман, подержи, я открою. Вот. Вот так. Держи. Возьми вот так вот и напрасно. Да я сейчас открою тогда. Что он за проповедь имеет в виду? А другой раз-то я не каждый откроет. Я это быстро. Как делаю? Нажимаю Ctrl, а потом на нее нажимаю на эти буквы. Вот они потемнели. И сразу же должны открыть. Это я в Москве. Почему? Отверг и полкование святых отцов. И Англотаус говорит, крест поднялся на эту высоту, как крестница возводит каждого правящегося, отрекшегося самого себя. Вот высота его. Да, царство небесное. И глубина такая, что разрушила твердыню Алла. И Сын сходит туда, связан с Сатаном на тысячу лет. И широта такая, что раскинул руки, он со всего мира вселенной захватывает людей. Остановитесь. Придите ко мне, вы не столитесь. Вы не находите покоя. Я дам ему покой. Научитесь от меня. А чему? Господи, для столько кашля. Крот описанное, естественно. Вот чего не хватает. Если есть крот перед Богом, перед Богом. Не перед человеком, только. Господь дарует все остальное. Соломон просил не того, что просят люди. Бог сказал, проси, что тебе надо. Много сказок, когда что-то человек просит, дай, два-три выполни поручения моих. Здесь просил одного. Чтобы иметь мудрость выходить к народу и заходить и не поздравиться. С чем выступить? И Бог сразу сказал, вот это то, что нужно. Не просил смерти врагов. Не просил богатства. Не просил долголетия, чтобы записки о здравии тут. Но ты просил приблизиться к Богу. Ты мой голос расслышал. О, что здесь заключено. И Бог дам мудрости, которой ни одного не было. И не будет. И считай Господа нашего Иисуса Христа. Придите. Это слово сегодня на базу звучит на вселенной. Там, где воюют, не знают друг друга. Там, где покинуты разведенные, брошенные, я успокою вас. Не подставлять, как говорится, их. Было время, когда одного священника нужно было найти на область. А это время совсем недалеко. Я вам задумал, что прямо говорю. Больше, то есть половина из 10 священников, то минимум 6 будут в воду. Большая часть священников погибает. Поэтому к ним должно быть особое наше внимание. И Бог усмотрел это. Проклятие, он проклятый, потому что не платите десятильность. Задают вопрос. Не надо задавать. Бог его назначил. А сколько десятилетий? А сколько тогда вас советская дала? Всю гостю руки. Сколько женщина положила? Нет. Все пропитание ставит. А мы за эти десятилетий не говорили. Не говорили, потому что продавали имущество. Но нам уже 10 десятилетий. Я встретил. Вот так. Я сейчас убираю. Это Андрей выступил. Я уже даже не знаю, тут было когда. В 14-м году. Это 3 года назад. А там проповедь вторая. И проповедь у меня продолжалась 43 минуты 30 секунд. Это длинная проповедь. Когда бы не приехал, он мигом выставляет. Это московский патриархат. Все. Так, это я убираю. Так, это мы зашли сюда. Теперь надо мне вернуться. Такое вот. Проповедь вторая. Вот она. Боевики напали на мечеть в египетской провинции Северной Синай, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы. В результате случившееся погибли по меньшей мере 235 человек. Передает и государственное телевидение Египта. Еще более 100 человек получили ранее. Но сейчас больше, говорит, погибших. Взрыв произошел в мечети Аль-Равда, в 40 километрах от администативного центра Синайя города Эль-Ариш. Предположительно, сначала нападавшие подорвали бомбу, а потом открыли стрельбу по молящимся. Ну и перечисляя жертву смертника, в Нигерии стали 50 человек. Глобализация террора. Как с ней бороться? Как пишет Ассоциативный пресс, боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, после чего открыли огонь. Сейчас силы Египетского министерства внутренних дел ведут их поиск. Президент Египта Абдуэль Папихсиси в связи со случившимся создал совещание силовых следомств. К настоящему моменту ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Как пишет Фрэнс Пресс, жертвами нападения стали мирные жители, а также призывники, которые пришли на пятничную молитву. Интересно. Интересно, что беспредел полный. Люди пришли Богу молиться, Богу. Как они молятся? Тебе-то какое дело? Да что, убеждали они? Ничего нету. Это манкурты, которые это убивают и прочее. Ну, куда-то посылают убить, но все равно ты же видишь, что это. Одно дело, там предатели какого-то выискивают. Ну, египетская ячейка запрещенного ИГИЛ. Вот тут я... Сами прочитайте. И дальше семьи погибших в катастрофе над Синаем подали иск. То-то четыре года жертвами стали. Вот. Жихадисты взорвали самолет. Вот. Где убили, сколько. А взрыв с российского самолета с туристами в 2015 году, когда погибло, 224 человека погибли. Не думали ничего, сидели раз и уже на том свете. Надо готовиться к этому всегда. Галина Влеська. То есть мы беседовали здесь с Симонем одними, Харальковским. Он поет, ходит по горам везде, у моря, поет и там где-то бывает играет, посмотрели мы. Ну, и он с бородой, он выглядит прилично. И разболтан, и без галстука. Ну, он нигде, все разузнали мы, никому не примкнул. Они в Америке, и они там сами устроились. И сегодня так каждый. Никто никому не подчиняет. Ну, баптисты есть, без икон. Ну, было бы баптистом. Нет, все свои. А как? А какое название? Следуем за Христом. А рядом другая же, дом такой же. Там кто? Твердая, там прочное основание. Ну, это название, прочное основание. Ну, как строители какие-то. То есть конца края нет этому. Вот с Галиной Влеськи, тут у нас большая переписка. Ну, она где-то что-то узнает. Вот СХ, это Сергей Харальковский. Благодарю только один... Благодарю только один ролик не просматривал о концерте славянской музыки среди ваших ссылок. А остальное все обдуманно просмотрел. А в нем есть места интервью с мастером и зрительницами, еврейками, мамами, музыкантов из оркестра Симона Харальковского. Никак. Харальковский, что ли, его правильно... Даже не Харальковский. Если неправильно, то прости, господи. Просмотрев, утвердилось в очередном мозговом винегрете протестантов-баптистов. Привлекает, конечно, их скромность, чистота чувств, горящая вера. Но это не невеста Христова. Вот это абсолютно правильно. При своем капельном опыте общения с еретиками порадуясь за свою отгадку этого ребуса. Симон Харальковский, протестант. А баптист ли был, вопрос для меня. Вторая ссылка ваша, Игнат Тихонович, дана на сей сайт баптистов. Музыкант Симон Харальковский. Крепкий орешек, протестант-баптист. Будет даже и для вас. Две главные позиции для входа в церковь. Какие? Что любит Христа и славян. Мнение сестры Галины Ивлеськи. Да и так, как он мужик, кормили с жены и троих деток. А где он работает? А работает в музыке много. Прославляя Бога. Поэтому Бог только и знает, обратиться ли с покаянием в церковь Христова. Это работа и называется. Какая-то такая работа. Написано, Павел говорит, своими руками. Своими руками. Я об этом уже говорил. С Богом. Так. Ну и мне она дала скидку. Посмотрите, на второй минуте с женой и старшим сыном, как чисто и преданно, он смотрит на Ксению и жену свою. И оба с сыном припоясаны. В Полтавской области есть городок и речка Харальковский. Видимо, оттуда фамилии когда давали, дали. Ну, может быть и так. И вот он музыкант, певец и смотрит, как на жену она поет. Ну, прекрасно. Дай Бог, чтобы так и было. Мысли рядом другие певички будут, это уже опасно. Почему Библия говорит об этом? Вера искренняя. Так научен. Чистота, славянство, главные вехи Симона Харальковского, который можно в нем поддержать. А вот захочет ли отвергнуться от ереси, оставив свою работу музыканта? Это большой вопрос. Это она все пишет. Для такого расклада поменять вектор своего духовного пути и остаться при прежней работе музыканта и заработке для его семьи. Нужен толчок, мозготрясение, взрыв духа человеческого. Буду писать ему в православной традиции с надеждой, пока Симон Харальковский не отвечает. А Александр Андрусенко тоже молчун по этой теме. Господи, помоги мне наладить скайп с Богом. Я отвечаю этот ролик. Я еще неделю, кажется, тому назад смотрел, и потом другие одеяния для съемок. Он артист, Симон. Это не его жизнь. Потом я дам одну статью из книги моей, где обо мне говорит один профессор. Потом смотрел, где они за столом женского рода на головы шарфы накинули. Они без платка всегда. Опять же, только для съемок. Это не их жизнь. То же самое и с бородами, и с галстуками. Все как у мирских людей. Там, гляжу, и бритые есть, и в галстуке. Кто встречал еврея за штурвалом комбайна, или с отбойным молотком в шахте, на стройке каменщиков? Кто? На ломовую работу этих уж не вытащишь. Будут говорить, что они работают, поют. Шапкой по кругу. Все время просит денег. Дайте, положите, не обижайте нас. Нам тоже кушать хлеб с маслом хочется. Так и этот артист. Все, фальш и обман. Если Кобзон или Хворостовский поют, то тут без обмана. Хворостовский в последнем интервью так заявил, что он не верит в загробную жизнь, не верит в Бога. И завещал сжечь свой труп и пепел разделить пополам для Москвы и для Красноярска. И что интересно, последнее, Хворостовский как пел-то? А потом по телефону с ним разговаривает. Перед смертью у него исчез этот иборитон. Все исчезло-то. А фальцит. То есть, тихий голос, все. И ничего в нем нету. А это отнимет него, дальше-то не работал. Он ездил, только глотку надрывал. И певцы-то, они все такие, и шаляпин. Потом внезапно раз и скончался. И все это у них одинаковая болезнь-то. Потому что Бог не дал для того горла, чтобы в опере слова, которые говорят в оперете, петь. И как они поют-то, это же какое напряжение. Не выскажешь даже. Дальше добавляю. И еще, нигде в Новом Завете не показаны никакие музыкальные инструменты. Как будто с музыкой не был ни один знаком в Новом Завете. Хотя у евреев это было на высоте. Почему? Почему святой Иоанн Златоус и другие святые отцы Вселенской Церкви толкуют музыкальные Давыдовы инструменты не в прямом смысле для нас, в Новозавете их-то, а что это и гортань, и наклонность к прославлению. И приняв из Греции христианство, не приняли ни одной балалайки. Почему? И так и до ныне. Почему? Хотя музыканты были и есть, как митрополита Ларион Алпеев, но этим пением и музыкой никого не заблекали себе, как баптисты. Едучи к нам по теряпку, 13 человек петь. Приехали, ну кого ты обратишь-то? Петь. Ну поют и поют. И это так останется. Полагаю, что потому что православное богослужение составлено не для профанов, пришел-ушел, а по норме святости и образцу рожденного свыше апостола Павла. Никакой музыки. Галина Авлеско пишет. Согласна. Помолимся. Отмечаю сразу же. Три святое считаем и сто поклонов. Галина Авлеско. Благодарю за совместную молитву. Душа и тело в радости. Тоже помолилась. Я пишу. Экклеистяста 2.8. Завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих. Разные музыкальные орудия. Услаждения. Соломона-то знает. Услаждения. Услаждением занимаются-то. Хор сидят там, филикают. Гитары большие, да там какие-то. Сирахов 10.4. Не оставайся долго с певицею, чтобы не пленить себе искусством ее. Вот и все. Он не говорит, не оставайся там еще с кем-то. Ну, как для кораблестроителя, ракетостроителя Королева или Пушкина. Ни одной, говорит, служанки мимо не пропустит. Сирахов 40.22. Вино и музыка веселят в силу человек сердца. Но лучше того и другого любовь к мудрости. Вся музыка не стоит одной проповеди. А сколько надо тренироваться. И какие-то там вот играют даже на рояле. Ну, это, ну, есть, конечно, песнопение и музыка. Мне нравится это дело. Но Писание определенное говорит. Свирели гусли делают приятным пение. Но лучше их приятный язык. Везде любовь к мудрости. А где она? Ну, не в музыке же мудрости. В Слое Божьем. Первое царство. 16.23. Когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл. И от ранней лучше становилось Саула. И дух злой отступал от него. Но разве так сегодня отгоняют музыкой, чтобы было? Нигде. А как молились? Сказал дух, выйди из него. И он вышел. То есть теперь власть дана. Он связан. 4.3.15. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслисты играл на гусях, тогда рука Господня коснулась и лисея. А теперь, разве это нужно? Как помолился, Дух Святой сошел и заговорили на иных языках. И цитры, и саи 5.12. И цитры, и гусли, тимпаны свирели, и вино на пиршестахих. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях руки его не помышляют. Вот там играет этот Симон Хророковский. Ну и что? Ходит по горам, и везде он один, один сзади идет по дороге. То есть уже не знает, что снимать. Это самореклама невероятнейшая. Ну вот я показывал вчера, как есть песнопение. Поют и идут кадры, там их даже не видно, кто поют. Откровение 5.8. Имея каждые гуси золотые чаши, полные фимиамы, которые суть молитвы святых. Никаких гусей-то нет, и золотых чаш нету. Таким образом только выражено. Это молитва святых. Откровение 14.2. И услышал голос, как как бы гуслистов, играющих на гусях святых. Как бы. Никаких гусей на небе нету. Откровение 15.2. Стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. Божии гусли, не наши. Что это означает? Услождение. Это мудрость Божия. Стеклянное море. Что это? Спокойная жизнь. Это море-то блесное. Это ж сильно волнуется. Андрей Александров, Игнать Тихонович. Как вы прокомментировали бы эпизоды в беседе? 23. Ох, сейчас 43. Ответы на вопросы от Матфея. Осипов Алексей говорит. Вчера я послушал, он неверующий. Может быть засланный масон православную церковь разрушать. Святых отцов берет, всех неправильно толкует. Всех. Ни одного правильного толкования нет. Он писания не знает. Совсем не знает. Жизнь прожил 80 лет, бреется, скоблится, все время в масонском галстуке. А если галстук снял, обязательно расстегнуться. То есть все масонские хватки у него. Я прослушал, потратил время, а он говорит-то, ну, два часа. И что слушает-то, когда писание не знает? Я отвечаю. Тут нечего комментировать. Когда смотрю на Осипова, то всегда в уме. Какого ранга он в масонстве, если он там? Бритый в удавке масонской галстуке. И не говорит, а хитросплетениями басен обольщает слушателей. Он священное писание не знает, совершенно не имеет. Страха Божия. Так. Священное писание не знает и не верит написанному во Святой Библии. Не верит. Страха Божия совершенно не имеет. А дает абсолютное предпочтение своему мизерному, обмерщенному разуму. Проще сказать, врет напропалую. Играя на невежестве слушателей, которых также отравляют попы и его выученики. 2 Петра 1.16 Ибо мы возвесили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. Римлян 1.22 Называя себя мудрыми, обезумели. Это я все отношу к нему. Михаил Кальмаев. Как-то говорили, что верили в то, что если рассказать правду о правильном крещении, то народ буквально разнесет этих попов, крестящих, как попало, заставит их. Но народ на месте. И попы на месте. Корабль плывет, куда он и плыл. Бесполезно ли было так громко кричать и призывать, так настойчиво и так долго? Спасли свою душу и исполнили порученные Богом до конца, и многих сделали зрячими. Не всех и не большинство, а какой-то мизер по сравнению с общей массой. Примет ли книги М. Московской Патриархии РПЦ? Мои книги. Если не сегодня, то хотя бы в будущем. Думаю, что нет. А будут читать? Считать будут. Смогут ли как-то повлиять эти некоторые, у которых открылись глаза на жизнь внутри МП, повести за собой? Едва ли. Потому что пророки пророчествуют ложь. И священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Вот и все. Как не говорю, но батюшка сказал, они любят это. Еремея 5.31 Народ любит это, и в этом я очень хорошо убедился, что именно так и есть. Тупик. Западняй и отделиться нельзя, изменить ничего невозможно. И что же делать? Легче померять? Думаю, что подобно человеку, продирающемуся сквозь бурелом ищащего, надо идти дальше, кричать, звать, предупреждать, имея в устах своих Слово Божие, даже если нет никакой надежды быть услышанным. Внутри меня живет горе. Вижу пропасть и вижу, что валом валят в ее, а остановить нет никакой возможности. Не слышат и не видят. Народ любит ложь. Вот так. Что-то интересно. Юрий Соболев пишет. Мир, Магнатин Тихонович, благодарю. Сижу вот как раз, заканчиваю просмотр второго свежего скайп-ролика на вашем канале. Благоухание евангельского слова. Слава Христу. Я спрашиваю беседу. Это деяние 16.30. Что мне делать, чтобы спастись за 6 ноября? А эту, ну и дальше, как я ее показал здесь, дальше Юрий Соболев, да, Игнат Тихонович, только закончил просмотр. Ну и как? Я спрашиваю. Кратко хотя бы. Что за человек и на пользу ли ему наша встреча? Это первое. Это Мирослав Юрий Соболев. Прежде всего, приятно и благо то, что человек расположен и готов слушать, не перебивая, не возражая, не навязывая своих мнений. Ответы, соответственно, полные, открытые по вопросам. Видно, что собеседник благодарный. Безусловно, беседа полезная. Впрочем, иных у вас и нет. Ибо даже если неприятная для собеседника, она все равно для его духовной пользы. На прошедшей неделе, пешешествуя по улице, меня пронзила мысль, ясная и очевидная. А ведь на сегодняшний день вы, Игнатий Тихонович, и есть живое воплощение истинного православия. Не следует тут видеть суперправославным гуризма и прочего. Это следует произнести спокойно, без пафоса. Но как очевидный факт, да, так и есть. Поэтому люди изумляются вам в вашей жизни, а главное в вере, которая по благодати Господа Иисуса Христа соделала вашу жизнь такой. Так часто слышишь о чистоте православия, но где она? Вопросе человек, вошедший в церковь спустя несколько лет. Только в учении. Ну, об этом и говорит Антоний Сурожский, митрополит. Только в учении. У нас, говорит, страшно расходится наша жизнь с этим. Но ведь теория, мой друг, суха, но древо жизни вечно зеленеет. Фауст. Яганг Гетте. Хочется прислониться к реальности духа. И вот этим свидетельством и являетесь вы живым фактом чистого православного христианства. А дальше вывод. Если в человека не вмещается это свидетельство, то здесь только по-евангельски отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Матфея 16, 24. По-человечески это и не вместится. Крепко обнимаю. Благодарю, Игнат Тихонович. Храни вас Бог. Ухожу на работу. А работа какая у него? Преподаватель в Государственном университете в Красноярске, в Государственной академии или в епархии там ведет курсы. Наталья Чернова. Мир вам, Игнатий Тихонович. У меня к вам вопрос. Если люди пошли от Адама и Евы, то откуда взялись негры и китайцы? Где в Библии можно об этом прочесть? Я отвечаю. Бытие 9, 25. И сказал. Проклят Ханан, раб рабов будет он у братьев своих. Бытие 11, 9. Посему дано имя ему Вавилон. Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассел их Господь по всей земле. Наталья Чернова. Спаси Христос. Обязательно повнимательнее прочту. Я отвечаю. Хам, отец, и Ханаан дали начало негроидным. Псалом 104, 23. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился якобы в землю Хамову. Наталья Чернова. Спаси Христос. Ассо Игнатий Тихонович. Как тонко вы можете это увидеть? Ну, тонко, не тонко, но... Тут я уже показываю вчера над бушующим морем, где... И делать сравнение, как делает, вот... Показываю, что Игоря Растеряева, русская дорога, Светлана Копылова, богатая или бедная, Алла Пугачева, Орленок, Высоцкий, Тамара, Гверцистели, Верасы, поют Малиновки. Паланеса Агинского, вот... И вчера посмотрел Староверы, клуб путешественников Орегонщины. Очень хороший ролик. Ну, кто желает, может посмотреть. И вот такие шокирующие кадры оболочные в фермах Европы. Вот так вот, зарядите и увидите. Тут у меня вчера этот разговор-то был, хотелось показать. Не знаю, здесь она мне это... Вот, мне написал, новый человек познакомился, Евтушенко Сергея, он говорит, «Слава Иисусу Христу, прочитал ваше сообщение и напишу, что я думаю о слове, сказанном профессором Семкиным, Борисом Васильевичем и о своем отношении к вашим книгам». Ну, вот это надо узнать. Подождите, я рассылал вчера, где-то про Семкина-то здесь. Надо сначала прочитать. Я убрал, наверное, отсюда. От закрытия. Здесь, значит, вот видишь, что вот убрал, а теперь искать, где они на Семкина. Сейчас я посмотрю на букву «С». Если есть, нет, то тогда... Почему я сказал, что вот они там, Харольского и Симона, они не такие. Вот так. Где, сёстры? Ничего нету. А почему нету, не знаю. А вот где-то в другом месте, может быть, Игла, Террорист, Монастих, Сахаров. Вот тоже, что Сахаров тут есть, сказал ранее. Игла, проповедь, интернет. Вот, Путину. Вот видите, как вот внезапно-то хотел показать, и потеряю интернет, проповеди, конференция. Вот, что тут романа с ним. Вот, как... Обидно, конечно, что не смог показать. Я так хотел показать это характеристика. Семкин там профессор даёт. Ну-ка, сейчас я вот здесь вот посмотрю ещё. Немножко задержу внимание. Если есть, то тут интересно, потому что я из книг это всё достал. Вот. Из интернета. Благодарность. Подборкин интернет. Ущелье, убедитель дьявола. Багоносец. Валника, что сейчас посмотрю. Что тут Валника? С той языки пламень горит во мне. Журнал Валники Больска. Удивительные люди. Игнатий Латкин, 1939 года рождения. Православный миссионер и поэт. То есть, какие-то конкурсы устать. Без моего ведома. Люди моего старшего поколения любят стянать по поводу бездуховности нынешнего времени. Повторяю, этих людей я не знаю, которые вот говорят. Не видел ни разу. А ведь стоит приподнять взор от земли, от себя, от своих мелочных бед и обид. И любому станет стыдно за то, что не видим, не ценим мир, в котором живем. Мне повезло в этой жизни. Я узнала, что на одной со мной планете живет необыкновенная поэтическая личность. Православный миссионер. Создатель православной деревни Игнатий Лапкин. Много раз терпел он от власти придержащих. Еще при Хрущеве, говорившем, что у нас нет политических заключенных. Есть только психические больные. Оказался в сих больнице. Ну, собственно, как еще отцы командиры-то? Должны были реагировать на молящегося солдата-ракетщика. Не ограничивалась власть медицинскими методами. Пришлось Игнатию хлебнуть и тюремные баланды. И мою фотографию поставила. Меня среди рожденных в 1939 году в интернете. Она выделила. Два раза, уже два года, я занимаю первое место. Я с голубкой стою. Сейчас Игнатию 75 лет. В этом году он первый раз совершил миссионерскую поездку мира и любви. По Чечне, Турции, Грузии, Греции, Португалии, Скандинавии, Прибалтике. А уж сколько раз Игнатий исколесил нашу страну вдоль и поперек. Это она пишет. Валника. Валентина Николаевна, видно. Не уклоняясь при этом ни от одного вопроса, подробно отвечая на каждый. Причем эти ответы с примерами из жизни. Игнатий укладывает в книги, которые в ходе его поездок бесплатно раздаются в библиотеки. Вот один из примеров таких ответов. Вопрос 795, второй том, открытым оком. Верующие благодарят за услугу, вместо спасибо. Ибо, иными словами, что это за слова? Мне вопрос задают. Я отвечаю. Она уже зашла туда и сама выбрала. Приветствую словами «Мир вам» или «Мир дому сему». А от Пасхи до Вознесения Христос воскрес. Благодарят же одни, говоря «Спаси Христос», а другие «Спаси Господи». Считаю, что произнесение имени Христа дает больше шансов заговорить с другими именно об Иисусе Христе. Повторю один из многих случаев, бывших в моей жизни, когда это слово благодарности «Спаси Христос» послужило основанием для длительной проповеди для многих людей. При пересадке на одной станции нам поменяли вагон. И при том не по нашему желанию. Мы молимся у кассы, а билеты еще не получены. И слышим, как поезд наш уже пошел от перрона. Мы выскочили, и вдруг поезд начинает останавливаться, но не для нас специально-то. Мы вскакиваем в один из последних вагонов и идем к своему через вагон-ресторан. Время – раннее утро. Проводница убирает тамбурь, и мы втискиваемся через него в ресторан. Она нас пытается задержать, но идущая сзади всей вереницы, а нас около шести человек – паломников. Около шести человек паломников думает, что Проводница сама по своей доброте открыла нам вагон, и громко благодарим ее. Спаси Христос! Здесь поистину... Вот Колумов там. Что это? Кто такой? Я его никогда не видел, не знаю. Так, сейчас, сейчас. Не могу прерывать и тут-то, главное, вот это. Потом я ему скажу. Какой-то Семен Федорович Колумов. Не договорился, я его не знать не знаю. Так. Громко благодарит. Так, открыли на вагон. То есть, один из наших благодарит его. Спаси Христос! Здесь, воистину, происходит чудо, как в книге Испирь. У директора ресторана в эту ночь был тревожный сон, как она потом нам рассказала. Это слово «Христос» буквально подбрасывает ее. И она, лежа на своей такте, открывает дверь и, высунувшись, громко спрашивает «Где Христос?» Проводница отвечает, показывает нас «Вон они!» Едва рассвело, проводница из ресторана находит нас, все разузнает и приглашает в вагон-ресторан по заказу директора. Это как раз тот случай, когда я четыре часа в день проповедовал в ресторане всем его посетителям. Один из недовольных мной подошел и показал какую-то книжечку. Я из КГБ. И прошу прекратить заниматься агитацией. Директор сахарной комплекции надвинулась на нее буквой «Ф» руки в боки и призрительно фыркнула «Да какой ты сотрудник! Ты вчера два тепленьких от нас выполз! Сиди и не лезь, а то выпру отсюда!» Он галантно раскланился и сел за свой столик. Всюду и везде произносите имя Иисуса. Детский православный лагерь на Алтае, созданный Игнатием, это она уже говорит, существует много лет. Живет и развивается, не получая никакой помощи, ни от государства, ни от РПЦ. То есть она с чему? Говорит, люди стонут, не знают, чем заняться. Вот, говорит, она нашла меня, так она эту малую часть открыла. И горько считать отчет нынешних наших омских властей, то есть она из Омска, что очередной бывший детский садик безвозмездно передан для хозяйственных нуж РПЦ. И это при огромных очередях, нуждающихся в детских садах, омещах. Пусть отошел патриарх Кирилл от табачной и алмазной торговли-то, но все так же неправильными доходами прирастает нынешняя РПЦ. Это не я говорю. Вот это, я взял только одно. Это вообще, где надо тут закрыть-то? Видно, вот здесь вот надо закрыть. Это немножко только открылось где-то. Так, подожди, мне даже надо вот сюда зайти. О, Богоносец, если не найти. Почему нигде нету? Семкин, если найти. Семкин. Да, на что именно? О, нашел. А, вот видите, поиск, кто ищет, тот найдет. Вопрос 1469. У меня математика везде. Когда вы представляли свои книги на соискание Демидовской премии, то нужны были отзывы читателей об этих книгах. Неужели не было отрицательных отзывов-то? Так не бывает. Приведите хотя бы несколько из них. Ответ. Это открытым оком моя книга в пятом томе я беру. Меня за эти книги клемят заочно со всех сторон, от всех конфессий. То есть от всех ересей. Повторяю, что только заочно. Ни одного конкретного случая с указанием точного места страницы книги никто и ни разу не указал на мои книги. Так, ворчание по сторонам. А мне это так приятно, что книги безукоризненно точно вписались в сознание наших людей. Что они, как кони в упряжку, вошли, и хомут не трет. И нигде ни одной оглобли не давит под дых. Дальше рецензия на книгу Игнатия Лапкина «Открытым оком». С четырехтомное произведение Игнатия Тихоновича Лапкина содержит ответы на вопросы слушателей, заданные ему за 40 лет проповеднической деятельности, а также тексты тематических занятий проповедей, проводимых автором в поселке Потеряевка, Мановского района Алтайского края. Где им основано специальное поселение, где в течение более 20 лет функционирует православная община. Произведению «Открытым оком» свойственен почти энциклопедический охват всех сторон человеческой жизни. В нем последовательно и непротиворечиво с позиции исходных документов христианства и прежде всего Евангелия трактуется и разъясняются детали православной веры. Вопросы священного писания, внутреннего мира человека, семьи, работы, отношения между людьми и других аспектов человеческого бытия. В своем произведении Игнатийшин Лапкин последовательно и непротиворечиво отставит нравственность и мораль православного толка. Мир автора построен на принципах внутреннего самоограничения, высокой требовательности прежде всего к себе и к верующим. Сильной стороной произведения является точная и всеобъемлющая ссылки практически по любому вопросу на религиозные первоисточники. Однако автор проявляет высокую эрудицию в области светской литературы, поэзии. Он не лишен определенного поэтического дарования, что использует широко в ответах на вопросы слушателей. Заслуживает внимания четкая и лишенная агрессивность и позиция автора по отношению к иным конфессиям, другим вероучениям. Так в ответ на вопрос, почему мусульмане и евреи убивают христиан? Автор отвечает, только по тому же самому, почему христиане убивают евреев и мусульман. Особую ценность, на наш взгляд, представляет его опыт и поучение в работе с сектантами. Это не окрик, не насмешка, это проникновение в мир инакомыслящего. В мир! Это диалог в поисках истины. Особый интерес представляет изложение занятий проповедей в Потеряевке, через которое читатель имеет возможность в деталях проследить практику жизни общины, в том числе воспитание детей, решение многочисленных бытовых, социальных вопросов, естественно, возникающих на практике. Проникновенным словом, обращенным к верующим и прежде всего к детям, автор в своих проповедях повсеместно призывает любить, сохранять природу. Это 123 беседы у меня только было. Например, специальное занятие посвящается воде. Игнатий Тихонович Лапкин демонстрирует широкие познания в теме, привлекает нетривиальные аргументы и приходит к естественному выводу о необходимости бережного обращения к этому важнейшему и самому драгоценному минералу на Земле. Простым и доходчивым языком проповедник рассказывает детям о пчелах, о земле, о собаке, учит их любви к миру и живой природе. Конечно, мир, который восходит к нам со страниц открытым оком, зачастую метафизичен, не допускает вариантов. Автор смело высказывает однозначное мнение по любой проблеме о черных дырах в космосе, о целесообразности полета в космос, об игре в шахматы и другие. Тем не менее, это мир человека с огромной жизненной школой, на долю которого выпали многочисленные лишения, несправедливые притеснения, вплоть до обушибочного тюремного заключения, которое не только словом, но и созидательным трудом на протяжении десятилетий завоевал право быть услышанным. Простым и сочным литературным языком автор излагает мировоззрение, с которым находится в глубокой внутренней гармонии. Вот кто-то заходит, потом уже я найду его. Вот эти слова, с которым языком автор излагает мировоззрение, с которым находится в глубокой внутренней гармонии, то есть я излагаю. А вот на это как раз и будет там нападка. Книга открытым оком, безусловно, представляет интересный широкого круга читателей, как исповедующих православную веру, так и разделяющих отдельные догмы, и даже для тех, кто, признавая высокие культурные ценности христианства, не разделяет его основных позиций. Это книга о людях и для людей, о сложных, мучительных путях поиска истины и смысла жизни. Кавычки закрыты. Проректор по учебной работе Алтайского государственного технического университета Профессор Семкин Борис Васильевич. И далее. Вопрос 2442. Какие наиболее запоминающиеся для вас были высказывания о ваших книгах? В чем вы увидели настоящее отражение сырцевины их? Ответ это открытым оком, том 11. На презентации выступил академик Семкин. Затем разные люди, кто читал книги. За глаза сказанное многое уходит, а здесь мы записали на магнитофон, и потом я прослушал и кое-что оставил. Слово, сказанное профессором Семкиным Борисом Васильевичем, проректором по учебной части АГТУ университета на презентации 8 книг. Я тогда только 8 книг написал, а их-то не 8 книг, а 38. Это было 3 декабря 2002 года в АГТУ. Кавычки открыты. Он пришел, потому что у меня презентация идет в Демидовском доме, в университете, в этой, сказать, аудитории. Уважаемые коллеги, гости, я хотел бы сказать два слова. Игнатий Тихонович, это человек, который находится в очень глубокой гармонии между внутренним миром и своим словоизъявлением. Этим он очень интересен. Вот на эти слова напали. Поэтому все эти книги, которые он издал, они очень интересны. Не только для верующих, не только для православных. Я с большим удовольствием прочитал практически все 4 книги. Открытым оком. Это очень глубоко эрудированный человек. Я бы сказал, знает то, о чем пишет. Глубоко, очень точно и верно излагает мысли. А там 21 тысяча студентов. Я близко знаком с профессорским составом. Прямо открыто говорят, он самый умный из них из всех. Он академик, там какие труды. Поэтому то, что он тут из скромности говорил, то есть обо мне говорит, что он как бы и ни при чем, а только излагал то, что это и делает жест рукой полукругом вверх головы, означающий, что все, дескать, не его, а Божье. Это далеко не так. Это дано не каждому. Поэтому я пришел сегодня сюда, чтобы выразить эту мысль. Мы давно знаем друг друга. Я вот наблюдаю и очень являюсь, что это очень глубокий, мудрый человек, но в общем-то живет, если можно так выразиться, по-своему. Что думает, то и говорит. Дело в том, что когда мы пишем книги, то очень часто за книгами мы не видим человека. Он другой. Когда он пишет, он лукавит и, как говорится, мудрствует. Здесь же повествование идет от своего сердца, от чистого сердца. Я бы хотел рекомендовать вам всем, если не приобрести, если это не по деньгам, то обязательно просчитать. У меня все. Огромное всем вам спасибо. Я сам приобретаю все эти книги. И они, в общем, являются украшением моей библиотеки. А в это время мы открыли столик и для студентов там продавал. А теперь всего 33 тома открытым оком по 752 страницы. Только открытым оком 33 тома, да еще 5 книг. Так, 3, 4, 5, 6, 7. Владимир Егорович Рогов, он тоже там был на презентации книг, к своему стихотворению, смотрите, за слово Божие, ну, УС, страница 605, добавил еще один куплет и засчитал все свое стихотворение. Дай, Господь, успеха вам, Игнатий, и здоровья крепкого навек, а учению вашему внимати будут миллионы человек. Вот он написал стихотворение, я его сейчас покажу. И Виктор Андреевич, Виктор, говорю, Андреевич, Виктор Николаевич Савченко положил на музыку и напел. Тоже я покажу сегодня. Ио 34, 3. Ибо ухо разбирает слова, как гортан разъезжает вкус пищи. Псалом 44, 2. Извелось из сердца мое слово благое, я говорю, песть моя о царе, язык мой, кто из скорописца. А зачем это все я показываю-то? Да вот там как раз, где и говорим о Симоне Харольском, я говорю, все это артисты. И одежду надели там, и пояс. А дальше гляжу без пояса, и бритые в галстуках. А вот он здесь подметил, что лукавят авторы, а Лапкин нет. Вот какой считает, такой он и есть. Я не умею составлять ролики. Так, подойди сюда кто-нибудь мне. Роман, возьми еще. Я сейчас открою, чтобы правильно было. Сзади поближе, вертикально, чтобы было. Вот так вот направить. Сейчас я буду... Я быстро постараюсь найти. Заряжу в интернет. Вот, минутку. Про что я сейчас говорил. Вот интернет. Зайду в интернет. У меня сегодня полностью как бы заблокировано. И заблокировано, или что-то форум красный. Покажу я отдельно. Так. Ну, сейчас мы посмотрим. Два слова напишу. Лапкин. Рогов. Найдет он или нет, по таким словам. Так. Биография. Нет Евгения. Смирение. Занятие. Это все наши ролики. А вот нету этого, да? О Бородеи и Библии. Потеряю. Детский лагерь. Ну, как же так-то? Я прямо не знаю. Да. Жалко, конечно, что не нашел. Это вам не Бранхам кто-то пишет. А, Наталья. Текстер, Пятница. Это не то. Вот есть сколько. Детский лагерь. А может там по-другому он заглавлен? А как же там может быть заглавлено по-другому-то? Проповедник Игла. Ага. Ага. Вот это найдет, может быть. Проповедник Игла. Проповедник Игла в стихах. Погоди. Постер, шикотан, антифы. Вот так. Средавида Царя Зави. Ну, вот что-то не нашел я. Да. Вот свет Христов. Тут подлинный лик Игнатия Лапина. Светом Христовым себя называют Сатана. Из тьмы. И вот все собирает. И еще у него нет. Я бы ему ответил. А куда отвечать-то? Нету. Церковь, это бордели, помойные. Опять же, это самое. Гоняется за мной. Он еще за это время не создал и не создаст. Ну, почему? А злобным ничего не дается. Вот, видишь, не получилось у меня. Ну, ладно, я сейчас еще раз зайду вот сюда. Тогда я примерю на другое уже. Пение Виктора. Вот. Не спешите. Пение. Пример. Слова, песен. Герои прошлого. Гимн, дрессировщик. Богослужение. Во свете Библии. Высший, Господи, делатели, дрессировщик. Идет богоносец. Ну, как же, Псалтырь. Политика души. Где же тут есть такой сайт? Святый голодному небу рад. Вот видите, как искать? Семь футов. Святая Русь. Псалтырь. Вот он, нашел. Надо же. Во. Во. Нашел. Это эпиграф. Проповедник, яростный и жгучий, Правду поднимающий на щи. Ереси любой развеет тучи, И каким бы ни был бы могучим, Из патриархии обличить. Зал, где его пламенные речи, Можно слышать, не бывает пуст. Кто бывал и будет с ним на встрече, Непременно скажет златоуст. На обстановке светлого покоя Проповедь проходит всякий раз, И текут Иисус его рекою, Причесть их молитва и рассказ. Лишь Господь один ему указник, Всем любовь внушающий страх, Боге жизнь ему великий праздник. Остальное, длиннее и прах, Проповедь его неотразима, Истинною дышит и живет. Нет ни слов летящих целей мимо, Все вразящий, пущенный полет. В обстановке светлого покоя Проповедь проходит всякий раз, И текут Иисус его рекою, Причесть их молитва и рассказ. Сам же испытавший от кулага, Он на мир отнюдь не обозлен, И, как видим, даже счел за благо, Претерпеть свои мыкарства он. Пламенем пылает, а не плет, В этом человеке ум и честь, Что-то он от них она имеет, И от раввакуума много есть. В обстановке светлого покоя, Проповедь проходит всякий раз, И текут Иисус его рекою, Причесть их молитва и рассказ. В облечении нравов он неистов, И державных небоящий муж, Раскрывает бренья от листов, Берзкие деяния коммунистов, И марксистка ленинскую чушь. Не трудно дать его портрет, Подобит он волшебной лампе, Что вгодит тьму являя свет, Игнатий Тихонович Лапкин. В обстановке светлого покоя, Проповедь проходит всякий раз, И текут из уст его рекою, Причесть их молитва и рассказ. И текут из уст его рекою, Причесть их молитва и рассказ. С величайшим уважением и поклоном! Родов Владимир Егорович, 63 года, Город Барнаул, телефон, Декабрь, 1998, февраль, 2000 год. Аллилуйя! Вот понимаете, как вот, Этот человек ходил на занятия, Он к нам-то никакого, сказать, отношения-то не имеет, Просто приходил, И вот, он написал и прочее. А почему? А вот зашла речь о Симоне Харольском, И попутно весь этот материал. То есть, они работать не хотят. Я не вижу нигде, чтобы хоть что-то когда-то работали. Просто ходят, где-то-то поют. Теперь куча собрались там инструменты. Ну, может и надо. Ну, я ничего не опровергаю. Но апостол Павел, Я уж не говорю о ком-то, Апостол Павел, Он трудился. Трудился своими руками. Да бы было из чего уделять нужда. Руками. Трудились своими руками, Все свои кинстики. Своими, не чужими руками. Ты хлеб выращивал когда? Нет. Ну, хоть что-то до пищи-то делаешь. Скотину держишь. Куриц, птицу. Нет. Ничего нет. И все едят. И совесть не мучает. Чтобы не ели хлеб даром. Зачем он говорит? А есть, которые суетятся, Ничего не делают. Такими не иметь общения, Он говорит. Держать на замещании, Не считая за врага. Зачем Павел бы это говорил? И при том, Очень просто даже. Вот я сейчас включу, Смотри, так. Открывай Библию, Как поисковик легко. Суетятся. Суетятся. Правильно или нет? А то я... Два У. Вот видишь, У меня... Я работал на машинке. Это было. Вот. 3.11. А смотри как. Вот он пишет. Вот. Итак, молитесь за нас, Братья, Чтобы слово Господне Распространялось И распроставлялось, Как у вас. Не песни петь, А слово. И чтобы нам избавиться От беспорядочных, Лукавых людей, Ибо они во всех вера. Лукавые. То есть он показывает себя На самом деле не такой Беспорядочный, Лукавый это называется. Но верен Господь, Который утвердит вас И сохранит от лукавого. То есть такими, Чтобы не были. О чем он говорит, Павел-то? Сейчас мы увидим. Мы уверены о вас, Господи, Что вы исполняете И будете исполнять То, что мы вам скажем. Господь же да управит Сердца ваши в любовь Божией И в терпение Христово. То есть, Про что он говорит, Там нужна любовь и терпение. Завещеваем же, Братья, Имеем Господа Иисуса Христа, Удаляться от всякого брака, Брата, Поступающего бесчин, А не по преданию, Которое приняли от нас. Предание, То есть это сам Он говорил в устной форме. Ибо вы сами знаете, Как должны вы подражать нам, Ибо мы не бесчинствовали у вас. А кто бесчинники? Ни у кого не ели хлеба даром, Но занимались трудом И работой, И ночью, И день. Чтобы не обременить Кого из вас, Не потому, Чтобы мы не имели власти, Но чтобы себя самих Дать вам в образец для подражания. Павел подает образец, А почему я не могу дать образец? Показываю, Минимальная трата на себя где-то, Непрерывная работа, Ну и, Ну какие там они, Люди, Которые нападают, И вообще ничего у них нету. И остальное бесчинство, Все относится к тому, Что не работает. Когда были у вас, То завещевали вам сие. То есть вся глава про это. Если кто не хочет трудиться, То ты не ешь. Нравственно, Они так, Кто не работает, Тот не ешь. Это обман. А вот здесь. Но слышим, Что некоторые у вас поступают бесчинно, Ничего не делают, А суетятся. Вот суетятся, По горам там ходят, Где-то что-то поет, Говорит, Башмаки показывают, Рояль притащил на берег моря. Он суетится, А не работает. И денег даете, Это у него не просто там, А он ведет такую большую работу, Бога прославляет. А мы кого прославляем? Как папы. Начнешь говорить, Монахи, Ну они за весь мир молятся. Я говорю, Я что, За голубей только молюсь? За воробьев? Спрашивают, Ты молишься за Дональда? А зачем молиться? А за папу римского нет? А мы молимся. Мы молимся за весь мир. Вот мусульмане, Взрыв, Это корабль утонул. Мы все оповещаем и молимся. Да детей из Сирии молимся каждый день. Он, Павел говорит, Который так бесчинно поступает, Ничего не делает. Это бесчинники. Таковых увещеваем, Убеждаем Господом нашим, Иисусом Христом, Чтобы они работая, В безмолвии ели своих лет. Не пели, А безмолвии. В безмолвии. Вот Харольскому этому Симону, Кто-то бы передал, Вы же, братья, Не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слово нашего всем послания, То есть работал, чтобы, Того имейте на замечание, И не сообщайтесь с ним, Чтобы устыдить его. А тут, Жертвует там, У него, Говорится, Всегда деньги будут. Он после каждого шапка идет. Пропел что-то там, Да я не гляжу, Что уж певец какой-то, Он там отменный. И руками размахивает, И прочее. Выключай там все. Это выключай, А я его приму.